Суд в Петербурге перенес рассмотрение дела о распространении так называемых фейков про российскую армию активисткой Виктории Петровой. Все потому, что после судебно-психиатрической экспертизы ее перевели из следственного изолятора в психиатрическую больницу. Петрову судят за антивоенный пост во ВКонтакте. Ее адвокат рассказала об издевательствах в психиатрическом стационаре. Ранее в Москве другого обвиняемого по делу о фейках активиста Максима Лыбканя также отправили на экспертизу в Институт имени Сербского. Рассказывает Иван Воронин. Ближайшее заседание по делу жительницы Санкт-Петербурга Виктории Петровой, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии, будет закрыто для прессы и слушателей. Суд проведет его прямо в психиатрической больнице, куда Петрову в конце октября перевели из следственного изолятора, пишет издание MR7.ru. Ранее в суд поступила справка из СИЗО о том, что у Петровой появились странности в поведении, а ее сокамерницы заявили, что она продолжает антивоенную пропаганду. В стационаре обвиняемая столкнулась с пытками. Ее заставили раздеться для телесного осмотра при мужчинах из числа медицинского персонала, хотя рядом достаточно было и женщин. На просьбу хотя бы дать сменить перед этим прокладку, потому что начались месячные, и кровь уже течет по ногам, смеялись и издевались над Викой все. Мужчины помладше и постарше, женщины около 40 и около 60. Ей заламывали руки, когда она отказалась при всем этом честном народе мыться в душе и просила оставить ее на это время только с женщинами, как это было в СИЗО. Вику связали и трясли, по ее собственному выражению, как шавку, и обещали избить просто в качестве приветствия на новом месте. Ей дали понять, что здесь, в больнице, она уже не человек. Адвокат Виктории Петровой Анастасия Пилипенко в своем телеграм-канале пишет, что ей известны имена причастных к пыткам. Петрову задержали в мае 2022 года из-за нескольких видеозаписей во Вконтакте, в том числе с репостом позиций Александра Невзорова, Максима Каца и других противников войны. В последней формулировке следствия предполагается, что Петрова выступила против войны по мотивам политической ненависти. Это отягчающее обстоятельство. Восемнадцатилетнего московского активиста Максима Лыпкани арестовали после февральского интервью «Радио Свобода» о попытке согласовать митинг «Год ада» в годовщину российского вторжения в Украину. По словам его адвоката, в основе обвинения антивоенные публикации активиста в его телеграм-канале с несколькими сотнями подписчиков. Летом его также отправили на судебно-психиатрическую экспертизу. В конце октября Лыпканя перевели из СИЗО в психиатрический стационар, как минимум до 23 апреля 2024 года. Это решение суд вынес в закрытом режиме из-за имеющихся в деле медицинских диагнозов и документов. На принудительное освидетельствование в психиатрической больнице отправляли и других обвиняемых по делам о фейках про армию России. Новосибирскую активистку Елену Тардасову-Юн, выходившую с одиночными пикетами против войны. И журналистку издания «Рус-Ньюс» Марию Пономаренко, которая рассказала, что в больнице ее кололи психотропными препаратами. Пономаренко приговорили к шести годам колонии за пост в телеграм-канале об ударе по драмтеатру в Мариуполе. Елене Тардасовой-Юн назначили 11 месяцев исправительных работ за пост во ВКонтакте о том, что в Новосибирск прибыла тысяча гробов погибших российских военнослужащих. Это же сообщение она отправила в публичный чат в WhatsApp. Нижегородского активиста Алексея Аношкина принудительно доставили на психиатрическое освидетельствование, задержав у подъезда. Аношкин выступал с критикой российской агрессии против Украины в соцсетях. Если статья о фейках про российскую армию в своем худшем варианте грозит 15 годами колонии, то принудительное психиатрическое лечение может быть бессрочным. Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией адвокат Дмитрий Айвазян. Дмитрий, здравствуйте. Поясните, пожалуйста, для чего вообще проводят вот эти самые психолого-психиатрические экспертизы в уголовных делах, особенно если обвинение предъявлено, ну вот, например, о таком преступлении, как распространение так называемых фейков об армии? Ну, то есть это не убийство, не какие-то насильственные действия, когда нужно понять, насколько человек был адекватен. Нужно ли проводить такую экспертизу? Назначение экспертизы целиком и полностью прерогатива следователя. То есть, если следователь по тяжким, средней тяжести преступлениям считает, что у обвиняемого, подозреваемого имеется основание для проведения, он ее назначает. То есть, здесь никто ему не указ. Основные вопросы для проведения экспертизы. Осознавал ли обвиняемый на момент совершения преступления фактический характер своих действий? Если не осознавал и был в болезненном состоянии, это одно направление. Если осознавал, то его, соответственно, по полной строгости закона судят. Поясните, пожалуйста, а каким образом проводят эти экспертизы? Я так понимаю, что они уже могут быть принудительными, подобные свидетельствования, если речь уже зашла об уголовном деле. Следователь сказал, значит, экспертизу все равно проведут. А как ее проводят? Это всегда стационарное дело в стационаре? Или это может быть имбулаторно? Что выясняет врач или там целая коллегия врачей? И как это осуществляется на практике? В 80, а то и 90% случаев это амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза. Если на пальцах это собирается 2-3 специалиста и, соответственно, составляют свое экспертное заключение. Иногда привлекают психолога, но это не всегда. Это в зависимости от перечня вопросов. Как правило, психиатр, докладчик-психиатр, руководитель группы психиатров, экспертной группы, конечно, он знает, с каким родом преступления они имеют дело. Да, если это сексуальные преступления, они работают в одном направлении. Если это преступления террористической направленности или какие-то преступления, связанные с вредом здоровью, то, соответственно, по-другому работают. А вот в деле о фейках-то как они работают? Они что должны выяснять? Что человек в своем ли он был уме, когда писал антивоенный пост, например, или когда перепощивал какие-то сообщения о том, что там происходило где-то в Буче, в Мариуполе еще? Вот что они там выясняют? Формально, если говорить, то вопросы, на которые отвечают при такого рода преступлениях, это в момент совершения вот этого преступного эпизода осознавал ли он общественную опасность своих действий. То есть правоприменитель полагает, что вот в его действиях существует общественное... Вот когда пишут какие-то листовки антивоенные, вот в уме правоприменителя, следователя, это считается общественно опасным действием. И вот в этот момент чем он руководствовался? Первое, бредовыми идеями, какими-то нарушениями восприятия, то есть галлюцинациями и иллюзиями, или своим пониманием правды и истины и справедливости. Вот на подобного рода вопросы они и отвечают. Чаще всего в подобных исследованиях принимает участие психолог, конечно. А что такое должно произойти в ходе вот этой психиатрической, психолого-психиатрической экспертизы, чтобы человека, который до этого момента находился под следствием, вдруг после проведения экспертизы отправили из следственного изолятора в стационар? Для чего? Для того, чтобы провести более углубленное изучение его личности? Или они могут выявить какое-то заболевание? К сожалению, мы возвращаемся к каратиной психиатрии. Я в вашем вопросе прочитал именно это. Если мы говорим о психиатрическом наблюдении в психиатрическом стационаре, то при подобного рода преступлениях в 99,9% случаев речь идет именно о наказании в форме направления на психиатрическое лечение. То есть никакого даже близкого психического расстройства там нет. Но это не значит, что вот эти вот врачи-убийцы в белых халатах, психиатры, его заколят до смерти. Нет, конечно. Там свой дифференциальный подход. Понятное дело, что если, ну так скажем, пациент будет искать активно правды и в психиатрическом стационаре, то хочешь не хочешь будут применять нейролептики, что, к сожалению, является одной, ну по факту является одной из мер наказания, с чем неоднократно я в своей практике сталкивался. Вы сказали, что уже вполне можно говорить о постепенном возвращении в Российскую Федерацию и практике так называемой карательной психиатрии, советских практик. А насколько велика вероятность того, что вернется в практику и такой диагноз, как вялотекущая шизофрения, который назначали многим советским диссидентам для того, чтобы изолировать их от общества? К сожалению, так называемая вялотекущая шизофрения, ну это игра терминами, сменила шизотипическое расстройство. Одно другого не слаще. И то, и другое психиатрами всего цивилизованного мира не считается психическим расстройством. То есть лечат непонятно от чего. Поэтому, да, да, вялотекущая шизофрения сменила шизотипическое расстройство или психоорганический синдром, что-то типа того. Это игра терминами, тут вообще принципиально изменений никаких нет. Спасибо большое. Адвокат Дмитрий Айбазян был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова